Герман Титов навсегда вписал свое имя в историю мировой космонавтики. Слава космонавта никогда не померкнет, а его пример будет служить для всех людей этой нелегкой профессии эталоном смелости. О Титове еще в эпоху СССР ходили легенды, поэтому интерес к его личности у общественности присутствовал всегда. Привет друзья, это канал Люди и космос, и в этом выпуске только интересные факты о втором в СССР, космонавте, поехали. Герман Титов, самый молодой космонавт в истории. На момент полета ему было 25 полных лет. Титов доказал всему миру, что человек полностью способен сохранять работоспособность во время длительного пребывания в космосе. После первого полета Титов принялся готовиться к следующим. Он продолжил службу в отряде космонавтов, а также участвовал в испытаниях новых советских истребителей. Опыт, полученный в ходе полета Востока-2, оказался бесценным для развития системы подготовки космонавтов. За один день 11 часов 11 минут космический корабль совершил 17 оборотов вокруг Земли. Титов стал первым человеком, совершившим суточный космический полет. Одним из важнейших экспериментов, стал сон в невесомости. Спать Титову полагалось в промежуток между 18 часов 30 минут и 2 часа ровно, но из-за отсутствия будильника, космонавт проспал до 2 часов 35 минут, вызвав панику в центре управления полетами. За время полета Герман Степанович дважды поел, оба приема пищи вошли в историю как первый космический обед и ужин. Меню было таким, овощной суп-пюре, паштет печеночный и мясной, а также сок из черной смородины. Прием пищи дался ему нелегко, Титов чувствовал тошноту и головную боль до тех пор, пока его вестибулярный аппарат не стабилизировался, а произошло это перед окончанием полета. Последний этап полета был напряженным, космонавт увидел, что его несет прямиком в сторону железнодорожных путей. К счастью, Титов успешно приземлился неподалеку от железной дороги, на вспаханное поле. Хорошо саратовские колхозники пашут, а топ еще тяжелее пришлось, вспоминал об этом эпизоде космонавт с присущим ему юмором. Второй в СССР космонавт был избран председателем общества советско-вьетнамской дружбы и занимал этот пост 25 лет. Зимой 1962 года Титов нанес визит в дружественную республику, навстречу с Хо Ши Мином. В один из дней президент Вьетнама лично сопровождал высокого советского гостя. Несмотря на зимнее время года и температуру воды, равную примерно 16 градусам, Титов твердо решил искупаться в заливе Холонг. Его вместе с Хо Ши Мином отвезли на остров, значившийся под номером 46. Искупавшись, Титов получил от президента неожиданный подарок. Хо Ши Мин велел назвать остров в честь космонавта, с тех пор этот остров носит название Титоп на вьетнамский манер. После митинга на Красной площади прошел торжественный прием в Кремле, где космонавту была вручена звезда-героя. После супругов отвезли на государственную дачу, где они впервые после полета остались вдвоем, наедине. Как и Гагарину, правительство подарило Герману Степановичу новенькую Волгу со специальным номером. У Юрия Алексеевича был 0,1, у Титова 0,2. Также космонавтам выделяли меблированные квартиры в Москве, выплачивали зарплату, в несколько раз превышающую оплату труда рядового летчика. В космосе, Герман подписал свою фотографию для жены, моей маленькой Томочки, почти все звездочки просили передать большой привет, борт корабля Восток-2. Друзья, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, если понравилось, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями, всем успехов и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok